Еще один городок, в котором мы жили во время нашего пятинедельного путешествия по Великим озерам, был город Мерсер, штата Висконсин. В действительности он уже лежал не на Великих озерах, а отъехали мы, но просто не нашли другого места с кабинкой. Но там было много маленьких озер и, в общем-то, мы неплохо провели время. А главной достопримечательностью этого города был памятник утке Луни. Вот это какой огромный памятник. Вот в каком красивом месте мы будем жить целую неделю. Прекрасное озеро. На этом озере Влад только что плавал полтора часа на Байдарке. Здесь вот стоят лодки, на которых можно плавать. Там вот Влад купался вот с этих мостков, прыгал. Вон там вдалеке утки Луни. Я еще сюда приду, они после закода солнца будут кричать. Вот, вот на этой Байдарке Владик плавал. Там вот домик среди деревьев. Такое умиротворение. Там люди на лодке плывут. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Которая сейчас является как бы музеем Там историческая тюрьма И парикмахерское кресло Всякие принадлежности на столике Бритва, щеточка, чтобы намазывать подбородок для бритья И тут стулья для ожидающих Тут я попыталась заглянуть в окна этой исторической тюрьмы Но ничего особенного там не увидела Был еще там такой музейчик Он был закрыт, но потом я на следующий день, когда пришла Я зашла внутрь И самая большая достопримечательность в этом музее Была женщина, которая приехала из Южной Африки Она жила в Орви, то есть в домике на колесах И работала в этом музее смотрительницей Ну на полставки что ли И она общалась со всеми Меня стала расспрашивать откуда да я Да да как Но когда услышал мой акцент, конечно, сильный Вот такие вот люди есть Грибов возле Мерсера было совсем немного Ну мы, конечно, насобирали несколько раз Поели Вот какие красивые красноголовики Но Зато там были шикарнейшие мухоморы Я их фотографировала, фотографировала И не могла на них налюбоваться Вот они какие красавцы Вокруг Мерсера было много маленьких озер И мы ходили по трейлам вокруг этих озер Очень красиво Ну и водопады Водопады мы тоже очень любим Субтитры сделал DimaTorzok При переезде из города в город Мы останавливались во многих интересных местах Прогуливались, фотографировали Красивая рябина Красивые ягоды, скорее всего, несъедобные А в одном месте мы нашли заросли Вкуснейшие ежевики Сладкая-присладкая Вот это красота Ехали по хай-вэю Увидели, что здесь трейл есть Решили остановиться Пройтись по трейлу Ну похоже, что здесь Вот здесь такая избушка Похоже, что здесь зимой больше ездят Вот здесь на лыжах Бегают люди И трейлов здесь целая куча А самое интересное, что Здесь эта избушка открыта Влад говорит, давай Зайдем Вот мы тут грибы искали Что-то ничего не нашли Одну сыроежку Не очень Ух ты Смотри-ка ты Ух ты, пап, все свежее Думаю, давай Свежее, ага Аспин аш Ух ты, это из разных сортов дерева Сделана стойка Смотри Вот это аспин асина У нас тут какой-то Ред оук Из ред оук Это аш Вайн Сидер Из разных Сделана стойка А столешница Ну какая замечательная Замечательная столешница Да, здесь можно Целой компанией устроить Пикник А, чейнджинкрум Так это для лыжников Чейнджинкрум Они переодеваются Да, переодеваются Лыжники Точно-точно Лыжники Они переодеваются Встают на лыжи И бегут вот по этим трейлам А трейлы все здесь Прокошенные Прокошенные трейлы Вот такие трейлы Со скошенной травой И мы сейчас Полчасика погуляли По вот этому трейлу Грибов не нашли Но погуляли Деревья тут Сосны И еще Всякие другие деревья Я где-то прочитала Что в этих местах Выпадает очень много снега Что это самое снежное Место в Америке До двух метров Иногда выпадает Снега За один раз И вот такую картинку Я где-то в музее увидела Что столбы Электрические Почти полностью Покрыты снегом Ну на самом деле Здесь написано Что это Северная Дакота И такой вот рекордный Покров снежный Был в 66 году Ну и здесь видимо Тоже Очень много Выпадает снега Ехали по дороге Увидели Грейт Лейкс Визитор Центр Вот какой здесь Огромный Визитор Центр Он отсюда Даже не кажется Таким огромным А с дороги Там вот еще Башенка такая Тут наверное Много чего Показано О Великих Озерах Что мне нравится Визитор Центр Тут все время Есть что-то потрогать Вот это например Крыло Индю А А вот это Вот Хвост Хвост Фазана Красивый хвост Вот этого Фазана О Тут лапы Бузя Черепаший Панцирь А тут Шкурки Разных Животных Их можно Потробить Вот Все это Потробить Можно Это оленя А это Медведя Шкура Все Потробить Можно Одежда Одежда Индейцев Красно Даже Бисером Вышивка Разные орнаменты Бисерок Вот Какие Зверюшки Утки И прочие Цапли Это Бобер Что Или Бобер На стене Огромная Картина О Первых Оселенцах Ого А здесь Прямо Настоящее Гнездо Орла Притащили Они Откуда-то С дерева Сняли Больше Метра Диаметра Вот Это Гнездышко Так И тут Еще Картина На Целую Стену Первого Поселенца Либаки И фермеры Не все Здесь Есть Представлены Все В центре Визитеров Визиторс Центр Еще Были Представлены Всякие Поделки Местных Умельцев Какие-то Картины Ими Написанные Вот Зима Вот Картина Из Бересты Вот Эта Лодка Стоит На Берегу И Лоскутное Одеяло Такие Делают Везде В Америке А вот Как Привлекали Поселенцев В эти Холодные Краи Сравните С дальневосточным Гектаром Который Сейчас Выдается Бесплатно 500 Гектаров На семью На ферму Выделялось Но не бесплатно Тут надо было Заплатить Значит 5 долларов За Акар С Даунпейментом 1 доллар То есть Начальная Начальный Взнос 1 доллар За Акар И Можно было Расплачиваться Очень долгое Время Тут написано Что Очень хорошие Почвы Которые Будут Производить Хороший Урожай Также Можно Использовать Деревья По своему Усмотрению Там Строить Дома Видимо Отапливать И делать С ними Что Хотите Вот Ну вот На таких Условиях Предлагалась Земля В холодном Холодном Крае А здесь Вот интересная Фотография Native American Farmers В 1930 Это американские Индейцы Взяли Тоже себе Кусок Земли 500 Гектаров Тысяча Акров Вот И вот Они Стали Обрабатывать Эту землю У них У них Лошади Есть И все Что Полагается Здесь Интересные Молотки Такие Для набивки Клейма На деревья Насрубленные Ты срубил Допустим Лес Продаешь Бревна И на каждое Бревно Надо клеймо Такое Набить Чтобы все Знали Что это Твой лес Вот Здесь Бобер У него Хвост Такой Лопатой Вот А здесь Ловля рыбы Из-подо льда Вот они Как вытягивают Эту рыбу Эта экспозиция Показывает Толщину Ледника Который Был Здесь Вот в этих Местах Много Лет Назад Вот толщина Его По сравнению С египетской Пирамидой Эйфелевой Башней Видно Плохо Стекло Отсвечивает Но все равно Можно Разглядеть Это вот Пирамида Египетская Ну там Башни Всякие А вот Такой Был ледник В Дулюсе Высотой Одну милю Только я не поняла В каком году Он оставил Ну как Десять тысяч лет назад Или миллионы Это мой последний фильм О путешествиях По Великим Озерам Но по какой-то причине У меня несколько Фотографий И видео Не вошли В предыдущие Фильмы И я их Решила Вставить В конец Этого Фильма Вот в частности Такую Фотографию С Такой Надписью Я пропустила А надпись Очень замечательная Жизнь Не измеряется Количеством Вдохов Которые ты Дышишь А измеряется Количеством Моментов Которые Захватывают Твое дыхание Ну не знаю Как это по-русски Лучше сказать Breast taking views Вот Ну все понятно Вот Ну и здесь Следующий эпизодик Это Дом Который мы снимали В Дулюсе Почему-то Он тоже У меня Не вошел В фильме А Дулюс Так И вот Наше Четвертое Уже место Где мы будем Жить Городок Называется Дулюс И мы Снимаем Здесь Квартиру На втором Этаже Кресло Диван Здесь Обеденный Стол Здесь Даже Вот такое Еще есть Скамеечка Такая Кресло Качал Вот там Бибина Так Здесь Идем Спальня Большой King size Кроватью С огромной Кроватью Так Там Там Туалет Туалет С ванной Здесь Кухня Так Небольшая Такая Симпатичная Кухонка Которая Есть И холодильник И Микроволновка И плита И все Что полагается И еще У нас Будет Такая Веранда 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 С рябиной Веранда Тем Оттуда Веранда Компания И вот Эти Два Камешка Которые Я уже Сегодня Нашла Сегодня Нашла Я Вот эти Вот два камешка Один не очень ярко выраженный Сердечко Ну это не совсем сердечко А вот это ярко выраженное сердечко Я его тоже с собой возьму на память Сейчас еще буду искать Вот сколько здесь Всяких камешков И эти два сердечка я нашла буквально За одну минуту Еще на этом пляже Есть замечательный домик такой Я бы сказала что это половинка домика Но это так и было задумано Вот такая половинка домика Внутри есть Труба Труба такая И если зайти В этот домик внутрь То здесь по всему полу Периметру Полуокружность Скамеечка такая Скамеечки И вот здесь вот там где труба Естественно камин Вот в этом камине Даже дровишки лежат Если вдруг велосипедисты Какие-нибудь Телебутники Попадут в непогоду То можно переждать Непогоду Здесь вот такие окна Как баяницы Вот такой здесь домик Интересно стоит С видом на Озеро Верхнее Вот мы находимся на этом Брайтон Бич И вот стоит стол И похоже Что когда был шторм Эти все камни Нанесло Вот так вот Почти стол завалило Целиком Этими камнями Вот оттуда С моря Их нанесло Вот такие Здесь бывают шторма В каком-то музейчике Висели фотографии Бури На этих озерах И не скажешь Что это Озера То есть волны Вполне себе Морские Красная черемуха Красота Но тут я еще Несколько эпизодов Хочу вставить В этот фильм Которые я Почему-то Не вставила В основные фильмы Но мне жалко Их выкидывать Красивые водопады Красивые виды Хоть и не связано И никак не относятся К Мерсеру Но Пусть они будут В этом фильме Апчи Ой, какая здесь гора Посмотрите, какая гора Шугар Шугар То есть по-русски Ой, молодец Ой, молодец Песик Памятник инженеру Который погиб По Франции В 1918 году 7 октября За месяц до конца Первой мировой войны А когда памятник ему этот поставили? Памятник недавно поставили Ой, но я не могу поверить Что я сюда забралась По-моему, это высота Пятидесятиэтажного дома Да? Ну, это вот так Вот как вы жили Понимаешь? Ой, какой Какой ужас Сколько же ступенек Я сейчас протопала Да ладно Спрос вы лишний вес Ну, лишний вес Лишний вес А ноги-то болеть будут Кстати, вон док Который работающий Наверное Вон там работающий док А, работающий док А сказали, что в маркете Четыре всего Нет, шесть доков Некоторые работающие Некоторые нет Вот съездить бы надо В работающий Посмотреть, как там Все это делается Рябина Какая же она шикарная Вот Влад плывет Еще у меня пару эпизодов Возле городка Илли Там была куча озер И можно было арендовать Лодку Вот Влад целый день катался И сказал приехать за ним В шесть часов вечера Но немножко опоздал Потому что туда плыл Когда ветер в спину был Обратно поплыл Ветер в лицо И он довольно Большие усилия Приложил, чтобы оттуда выгрести Ну, а здесь вот идеальное Озеро для купания Прозрачное С песчаным бережком Ну, просто красота Вот такой купалки Мне не хватало в детстве Мы купались в такой грязной воде Ну, что делать Вот так вот Вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok